Всем привет! Это Аня Матанин на канале Яхт Ёжики. И сегодня будет тема, как же погладить без утюга. А зачем вообще гладить без утюга? Я уже рассказывала про свой гнев потребителям. Ссылочка внизу будет в описании. Когда вот резко ломается утюг, а погладить всё равно нужно. Поэтому эти альтернативные способы действительно нужно знать. Они могут пригодиться в любой момент. Разделила я их на несколько групп. Первое это пар. Второе это нагреть что-то вместо утюга. Третье это подготовка. То есть перед стиркой, во время стирки, что можно сделать после стирки. Для того, чтобы какие-то вещи у вас оставались сглаженными. И четвертое это альтернативные способы. Потому что есть всякие разные хитрости, которые тоже вам помогут не гладить. Пар, конечно, пар. Он нас выручает. Но как же его добыть дома? Первый способ это добыть пар просто нагреть. Можно разглаживать деликатные вещи. Вот, например, брючки. Самое противное место это карманы. Я вот паром обрабатываю. В основном только их. Потому что они засаливаются. Когда ты проводишь утюгом, ну прям некрасиво на них получается. Потому что они слишком тонкие. Я прохожу карманы, остальное доделываю утюгом. Еще есть способы добыть пар. Это микроволновка. И кастрюльки в них готовят на пару. У меня маленькая и большая. Но большую я не нашла. Ну и маленькая нам подойдет. У них двойное дно. Для того, чтобы внизу вы налили водичку. И, например, правые котлеточки можно в них приготовить. И ими можно гладить. Конечно, если бы ваша формочка была побольше. Но никак я не могла ее найти. Именно тогда, когда мне нужно снять. Вы берете, скатываете валиком. Любую футболочку. Потому что трикотаж лучше всего работает этим способом. Наливаете горячую воду. Лучше только что вскипевшую из подчинника. Для того, чтобы меньше потратить времени на процесс вскипания именно в микроволновке. Ведь это не еда, а ткань. Для того, чтобы у нас ничего не испортилось и так далее. Помещаем, закрываем, налили водички и поставим в микроволновку. На одну минуту, на максимальную мощность. Достаем. Помните, что в микроволновку нельзя ложить изделие с металлическими всякими предметами. То есть, если у вас там какие-то заклепочки, замочки, то, увы, не стоит. Использовать хорошо такой способ, когда у вас, например, какие-то деликатные вещи или наклейки. Помните, когда вы будете доставать из микроволновки, то это будет очень горячее, потому что оно пропарится. Когда вы достаете, вы сразу резко расправляете и положите на какое-то ровное место. Помните, что это горячее и держать руками прям это не очень приятно. Также можно использовать для того, чтобы таким же образом отпарить мультиварку. Чайник тоже можно поставить на плиту и во время кипения как-то вот из носика вот это вот отпаривать. Но я считаю, что это самый небезопасный способ, когда можно действительно ошпариться. Но я знаю, что люди пытались так и делать. Ну, я озвучила это как способ, но всё-таки ему не советую. Проверяю комментарий, который мне написала Людмила Мацура. И она советует попробовать во время принятия души, то есть когда вы принимаете горячий душ, тоже идёт пар, и просто в ванной комнате повесить одежду. Что, включаем душ. Выключили. Так, ну что? Ай, посмотрим. В общем, всё в пару. Оставили пока. Но я скажу, что чуть-чуть рубашка разглаживается. Повисела рубашка какое-то время. Ну, я так скажу, для холостяка, может быть, этот способ и подойдёт. То есть она стала, ну, да, лучше. Большие складочки ушли, но всё-таки я её переглажу, поглажу, потому что, ну, не совсем я считаю, что это отгладилось. И курточка моя тоже. Я бы не сказала, что она изменилась от влаги. Ну, что я могу сказать? Наверное, нужно подобрать определённый материал, который будет так разглаживаться. То есть это нужно просто методом с проб и ошибок, да? Одну попробовать, другую. И какую-то, может быть, вы такая отгладите. Какой-то хлопок, чтобы он был с синтетической нитью или синтетику. Самые первые утюги были нагревательные, то их либо их ставили на что-то, бывали и газовые утюги, и в печек ставили, и внутрь уголь клали, потому что любым способом пытались нагреть для того, чтобы погладить. Но сейчас вроде есть современные утюги, но, опять же, иногда бывают такие ситуации, что нужно что-то погладить. Поэтому что же можно нагреть? Ну, например, нагреть можно сковородку. У меня вот такая вот сковорода, ей гладить удобнее всего, потому что у нее две ручки, вот так вот нажимать. Но иногда бывает, что и одна ручка, и ей тоже можно погладить такой сковородкой. Такие, конечно, чаще всего случаются. Что нужно учитывать? Лучше, чтобы это был чугун, потому что он хорошо нагревается и долго держит тепло. Если действительно вы вдруг решите гладить именно таким способом, то есть у вас будет какая-то сковородочка, и вы будете гладить именно ей, но не зная, что должно случиться, чтобы именно этот способ вам пришлось использовать, то я дам вам несколько советов. Для того, чтобы тепло дольше сохранялось и не приходилось постоянно нагревать, внутрь сковородки можно положить что-то, что аккумулирует тепло. Это такие бабушкины советы. Это может быть гречка, это может быть поваренная соль и это может быть песок. Его нужно накалить вместе со сковородкой, и когда вы гладите, то вам не придется постоянно ставить на газ, потому что когда вы разогреваете сковородку, она перекаляется. А в таком состоянии она достаточно долго держит нужную температуру, и вы можете гладить. Гладить деликатные вещи, опять же, я не советую, но можно гладить что? Можно гладить лен. Это прям вот идеально. Это идеально, потому что он даже утюгом с паром плохо проглаживается. И помните, опять же, про безопасность. Я не случайно приготовила вот такие силиконовые прихваточки, потому что оно очень горячее. Я даже вот с этой прихваткой мне трудно вот этого пользоваться. Помните, что рядом, если вы гладите, то нужно поставить какую-то подставку, чтобы вы сразу снимали и куда-то переставляли горячее. Иначе вы прожжёте не гладить то, что не выдерживает высокой температуры. И, возможно, этот способ вас когда-нибудь выручит. Вы знаете, я на её лицо раскалённую сковородку кладу. У меня сердце кровью обливается. Думаю, блин, как ты это им... Опаньки. Но, тем не менее, эффект вы видите. Шумку я отгладила. Что же ещё можно использовать? Можно ещё использовать термос. Это такой туристический способ. Вы берёте ёмкость, например, ведро. То есть то, что длинное. У меня есть такая кастрюлька длинная, спагетница или спаржница. И в неё погружаем термос, кипятим его, чтобы он нагрелся. И тоже используем, ну, что-нибудь типа перчаточек, в которых вы можете держать термос. И валиком так, тын-тын-тын, остыл термос. Опять в кипяток, тын-тын-тын. Ещё один нагревательный способ. Я его использовала сама лично в гостинице. Вы берёте, мочите какую-то вещь, которую вам нужно. Берёте фен. Как правило, есть в гостинице фены. Поэтому берёте и феном греете, растягиваете. И у вас прекрасно всё погладится. Ну, теперь третья группа – подготовка. Как же сделать так, чтобы, ну, тоже стараться не пользоваться утюгом? Первое – это подготовка перед стиркой. То есть, если вы закладываете вещи в стиральную машину, не бросайте их вот абы как. А возьмите и аккуратно их сверните. Лучше валиком. И таким образом положите их друг на друга. Если у вас будет плотная машинка, даже когда барабан будет крутиться, они будут крутиться именно в том положении, в котором вы их свернули. И меньше изомнутся во время стирки. В путешествии для того, чтобы не нялись вещи, их тоже лучше складывать в чемодан рулончиками. Ещё один рулонный способ. Вот, посмотрите, вы можете использовать обыкновенные валики. Например, от фольги, от плёночки вот остаются вот такие вкладыши. После стирки сухое бельё можно вот так накручивать. Я делаю несколькими слоями. Когда... Вот сейчас у меня была такая ситуация, когда у меня столько глажки, ребята, что я вот действительно стала думать, да я вот сейчас не буду ничего гладить, потому что я не в состоянии столько перегладить, сколько я перестирала. Я перестирала все вещи в доме. Ну, вот была вынуждена. И вот несколько вещей на валик, и таким образом складываю в шкаф. И потом достаем маечку, и она замечательно разглажена, и можно её одевать. Особенно трикотаж очень даже удобно. О-о-о! Ещё один способ. Это складывание после стирки. Когда вы достали бельё, перед тем, как повесить, не торопитесь это делать. Особенно это касается джинс и таких плотных брючек. Берёте, достаете из машинки, аккуратно складываете и аккуратно вот так разглаживаете. И оставляете примерно на час. И только после этого развешиваете бельё. Итак, показываю результат. Эти джинсы я не гладила, только вот расправила. Вот видите, вот в таком вот они виде. Их, в принципе, можно не гладить. Вот. Вот брючки, видите, также расправлены были, как и джинсы. Но более помятость осталась. Теперь показываю трикотажные штанишки. Вот. Я их тоже расправила. Тоже та же самая сушка. Вообще их не нужно гладить. Видите? Это классические брючки. То есть слишком тонкий материал. Кто-то, кстати, рекомендует груз ложить, что оно потом тогда разгладится. Я не кладу груз. Но ещё один способ. Это машина с сушкой. Она меня действительно спасает. Осенью, весной. Особенно, когда нет утопления. И вот прям действительно классная вещь, когда детские вещи мне совершенно не нужно гладить. Достаю из сушки, разглаживаю. И всё поглажу. Теперь самые интересные альтернативные способы. И начну я со студенческого. Потому что в общагах, я прекрасно помню, что это всё использовали в основном брюки. Брюки и рубашки так делали. Брали и клали их под матрасы на ночь. Итак, под матрас. Способ под матрас. Я думаю, что кто будет применять этот эксперимент, это люди холостяцкой наружности. Поэтому помните, ребята, ну всё-таки здесь может быть пыль. Потом вот у меня только в детской комнате есть такая поверхность, чтобы гладкая была кровать, а не решётка. Потому что, ну, понятное дело, под решёткой не получится. Ну, давайте. Я протёрла. В принципе, у меня здесь достаточно чисто. Опускаем наш матрас. Попроверяем. В принципе, брючки отгладились. Перевернём. Для тех, кого устраивает такая глажка, можете пользоваться этим способом. Но я считаю, что всё-таки не до конца. И я бы прошла бы ещё вот здесь утюжком, вот здесь. Но для студента, наверное, вполне себе ничего способ. Я поняла, почему не совсем гладились брюки. Потому что у меня матрас, пружины, очень лёгкие. Я думаю, что тот, кто использовал этот нет, это реально в общаге. У него был какой-нибудь такой тяжёлый матрас, ватный, на котором он действительно прижимал. Потому что, мне кажется, вот моим матрасом я не прижму. Ещё один способ – это подвесить груз. Каким образом это делается? То есть, вы переворачиваете, например, брюки, на верёвочку за прищепки, вниз вешалка, на вешалку, на крючок подвешиваете груз. Вот даже берёте простой полиэтиленовый пакет и на него подвешиваете. И брючки вытягиваются, и тоже становятся... Ну, такой способ хорошо, когда какие-то брюки, например, они без стрелок, да? Опять те же джинсы. Тоже они вытянутся и будут замечательны. И, кстати, один из способов тоже такой – это после стирки просто повесить на плечики. Это срабатывает на разных блузочках. Аккуратно повесили, оно висит, стекает, и блузку практически не нужно гладить, особенно если она из каких-то ненатуральных материалов с добавлением синтетики. Ещё очень хорошо разглаживать солнце. Это действительно срабатывает. Если вы сушите на улице, и у вас есть такая возможность, то после улицы, хорошо разгладив, повесив, солнце отлично разглаживает. То есть оно нагревает, испаряется, действительно снимаешь вещи, а они практически не требуют глажки. Но есть один момент для уличной сушки – это прищепки. Если вы используете прищепки, то как раз от них остаются следы. И в основном глажка нужна для того, чтобы разгладить вот эти места, которыми вы прищепили. Поэтому если у вас есть возможность, не используйте прищепки, и вам не придётся гладить. Ещё интересный способ, но я его не буду использовать. Ребята, я верю всем, кто им пользовался. Ну, просто я не хочу, чтобы у меня был дома запах, и поэтому, ну, не буду я его прям тестировать. Я всё верю, я вам верю, что он работает. Это уксус. Если вы берёте и сбрызгиваете раствором уксуса, и он расправляет ткань. Ну, проверяют обычно на рубашках, на хлопчатах. Ну, вот как-то, ну, да, может быть, это и погладится, может быть, не нужен утюг, но всё-таки запах, всё-таки уксус. Я не хочу тестировать. Старый-старый способ использования скалки. Раньше в старину вообще были специальные скалки, и мамы именно таким образом делали. Но посмотрела я в интернете видео, никто уже не помнит, как действительно делали эти скалки. Нам показывали в музее, как действительно это разложить. Вещи должны быть сложены в несколько слоёв, то есть плотно. Как правило, это так, постельное бельё или что-то такое большое. Нужен валик и ещё такая ребристая скалочка, которая выгнута в другую сторону. И вот ей, именно ей вы вводите. То есть, если вы возьмёте простую скалку и будете вот сейчас просто раскатывать, у вас не получится. Нужно либо использовать две скалки. Кстати говоря, у меня в детстве у нас была машинка, она отжимала через два валика. Вот когда через них вот так вот отожмёшь, кстати, тоже практически не нужно было гладить. Она тоже очень хорошо такой способ разложки. Но сейчас, по-моему, таких валиков уже не делают. Я вас просила, чтобы вы мне написали, какие способы вы знаете. И замечательный способ – это обмотать вокруг батареи Катюша. Ну, это гениально. То есть, мелкие какие-то вещи, платочки, на полотенце сушитель. Если он круглый, его наматываете. И оно высыхает сразу разглаженным. Абсолютно верю, что это сработает. Внизу оставляйте комментарии, если какой-то способ я не озвучила. Всем будет интересно. Это Таня Батаня на канале Эх, Ёжики. И мои 20 идей, как погладить без утюга. На канале Эх, Ёжики. Это канал позитивных идей. Эх, Ёжики. Эх, Ёжики. Эх, Ёжики. Эх, Ёжики. Субтитры создавал DimaTorzok